Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу вместе с вами погрузиться в историю Петербурга. И сначала просто поблагодарить Бога за то, что мы проснулись, за то, что у нас есть теплое место нашего обитания, потому что для зимы это особенно важно, до какой степени мы находимся в тепле, до какой степени мы можем пользоваться тем благословением, которое у нас уже есть, и осознавать, что это благословение является Божьим даром в нашей жизни. И вот тогда, когда все это мы начинаем сочетать, все это вкладывается в определенную картинку, складываясь из пазлов, тогда у нас есть огромная благодарность перед Богом, что мы живем в семье, что мы живем в достатке, мы живем, знаем Бога, и достаток не стал нашим Богом, и всякое благословение не заняло место как идол вместо нашего царя, царей. То есть вот эти вещи, они важны. Почему? Да потому что сегодня это особый день для петербуржцев. Для тех, которые здесь жили раньше, для тех, которые сейчас уже в преклоннейшем возрасте, или те, которые уже ушли с этой земли, но кто-то из более молодых или нашего возраста, когда мы уже достигли определенной тоже зрелости, но сами не жили в этот период, потому что период блокады — это 40-е годы, когда здесь 900 дней была блокада, разные, как вы понимаете, времена, и зимние, в том числе зимние, были самые страшные для блокады, когда людям нечем было питаться, более того, воровались карточки, и это была страшная картина того периода, когда было развито людоедство, ели детей и могли даже ловить более упитанных, если таковые находились в городе. Вот это вот очень страшная картина истории, которую мы сегодня вспоминаем, именно потому что не хватало хлеба. Итак, друзья, хлеб — это то, что является необходимостью для человека. И так хочется молиться вместе с вами о том, чтобы не вернулись подобные дни в жизнь человечества. Хотя мы читаем в книге Откровения, что еще выйдет всадник, который представит голод, и он будет в разных планах по разным странам распространяться. Но мы с вами имеем ведение от Всевышнего, и он сказал, что если о птенцах ворона он заботится, то позаботится и о нас. И поэтому я хочу, чтобы он на самом деле сегодня вот в этой молитве вместе с вами принял нашу благодарность за пропитание до сих пор, когда мы имели все потребное и необходимое и были защищены от голодной смерти, от голода как от явления, чтобы оно в нашу жизнь и не приблизилось. По крайней мере, попросить у Бога на грядущие дни того благословения, которого хватит и на нас, и на детей, и на внуков наших. Я верю, что есть особое обетование в тексте Писания. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Помни, око мое над тобою. И также помолится праведник во время благопотребное, и развитие многих вот его не достигнет. Поэтому мы с вами можем сейчас об этом как раз и говорить, и молиться, и просить Господи, чтобы до меня вот эти горькие воды не достигли. Не потому, что мы из страха это делаем, а потому, что праведник молится заблаговременно. У праведника есть понимание. Бог предупредил, что такие дни еще могут прийти на территорию земли, и поэтому вам надо взывать к такому Богу, который дает вовремя пищу. И потому сами тоже напаяйте других, и сами оказывайте щедрость тем, кто рядом с вами сегодня. Поэтому эгоизм никогда никого не спас. Если и были какие-то, может быть, временные успехи, то потом это очень горько заканчивалось. Но тогда, когда мы с вами говорим перед Богом, то мы просим о чудесах, о знамениях, о том, чтобы он церковь свою снабдил этой способностью. И поэтому мы поблагодарим Бога, что этот город выжил, по крайней мере, в каких-то отдельных своих гражданах, но чтобы в наши дни это не повторилось. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы взываем к Тебе о том, чтобы Твое благословение на нас и в нас, оно продолжилось. Я прошу Тебя, чтобы Твоя благодать, которая научает полезному, она действительно производила в нас и хотение действия по Твоему благоволению, чтобы мы молились сейчас и благодарили за тех, кто был до нас, за тех, кто служил, трудился, за тех, кто питался и питал, за тех, кто мог выжить в этих трудных днях и периодах. Я благодарю Тебя, что мы хранимы, мы оберегаемы Тобой, и я хочу благословить город, Санкт-Петербург, его жителей, с защитой на грядущие дни от голодных смертей, от опасностей, от вообще голода, как от явления. Защити нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»